Наше предприятие на протяжении 20 лет успешно производит лекарственные препараты различного назначения. Мы следим за развитием науки в области фармацевтики, анализируем и внедряем новые технологии, постоянно обновляем линейку нашей продукции. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. Пять лет назад наш завод вошел в состав крупного холдинга по производству лекарств и биологических добавок в Алтайском крае. Присоединение дало нам возможность увеличить производственную мощность и обновить оборудование. Я 10 лет работаю главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много. География производителей расширилась, увеличилась конкуренция, это в свою очередь повлияло на качество производимого оборудования. Обновление основного оборудования повлекло за собой замену запасных частей, элементов соединения, насосных станций, которые, в принципе, технически устарели и не подходят под новое оборудование. При производстве фармацевтических препаратов часто возникает необходимость подавать раствор из больших резервуаров. Для обеспечения этого процесса используют насосы или насосные станции. Правильный выбор насосной станции решает задачу поступления раствора, жидкости в конкретную установку. От выбора насоса, его типа зависит, будет ли работать дальнейший процесс в конкретных условиях. Чтобы выбрать необходимый тип насоса, необходимо было по сути определить его желаемые технологические параметры, напор и расход, которые, в принципе, характеризуют способность оборудования подавать нужное количество раствора с необходимым давлением. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора оборудования для перекачивания жидкости я подошел серьезно. Для поиска насоса не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которое проводилось в Москве. Насосов на выставке было по сути представлено много, различных производителей, из разных стран мира. Самыми популярными у производителей были герметичные насосы с магнитной муфтой, лунжерные, шестеренчатые. Какой вид насоса выбрать для нашего производства, я планировал решить уже по прибытию на предприятие. На выставке я взял контакты у их представителей двух предприятий, которые, в принципе, могли, согласно представленному ими каталогу, произвести разнообразные конфигурации аппаратов перекачки растворов. Вернувшись на завод, я начал связываться по телефону с представителями предприятий производителей оборудования. Компания из Германии могла изготовить только шестеренчатые насосы производительностью до 900 М3 в час, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее трех месяцев. Компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться, какой раствор можно перекачивать этими насосами, какая допустимая производительность аппарата. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет произвести оборудование только через 10 месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как модернизацию необходимо проводить в течение полугода. Оборудование необходимо было, по сути, найти и купить, обязательно. Самостоятельно это сделать у меня не получилось. Это немного поубавило моей уверенности. Я планировал найти специалиста в области поставки фармацевтического оборудования, который, в принципе, даст мне хорошую консультацию и сможет поставить насосную станцию в течение двух месяцев. Решил посмотреть в интернете компании, которые, в принципе, занимаются поставкой фармацевтического оборудования. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Я выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Саратова поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности насосов, сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о назначении насосной станции, требуемом напоре и расходе жидкости. На этапе консультации он выбрал насос для перекачивания раствора. Я решил внимательно изучить предложенный вариант и вообщем, если он мне понравится, то согласовать его с руководством. Специалист компании выслал мне на электронную почту технический паспорт и инструкцию по эксплуатации оборудования. Я тщательно изучил возможности насоса и его характеристики, посмотрел отзывы предложенного оборудования в интернете и пришел к выводу, что это хороший вариант. Насосная станция была, по сути, приемлема по характеристикам и качеству. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности машины и доставил машину через неделю. Мы остались довольны насосом для перекачивания раствора по рекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. Изначально я сомневался, что смогу найти правильное оборудование, однако получив грамотную консультацию, я стал более уверенным в себе. В любом деле лучше обращаться к профессионалу, и тогда ваша задача покажется не такой и сложной.